Добрый вечер всем, кто проводит время вместе с нами на телеканале Москва 24. В эфире программа Правда 24 и мы ее ведущие Евгений Додолев и я Лейла Эстрожемская. Сегодня у нас в гостях заслуженная артистка России балерина Анастасия Волочкова. Настя, здравствуй. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Не так приятно у вас всегда бывать, потому что вы одни из немногих людей, кто действительно говорят правду не только на Москве 24, но вообще в жизни, с которыми приятно. Разве это не опасно, Настя, правду говорить? Опасно, опасно. И правду говорить, и самое опасное, это ее отстаивать, эту правду. Поверьте мне, это не понаслышке. Могу вам сказать, что так и есть. Настя, скоро Новый год. Какие у вас планы? У меня планы всегда грандиозные и дело в том, что мои планы разрушить нельзя, потому что их нет, с одной стороны. Но с другой стороны, я скажу, я вот в этом году, Лейла, мы за кадром поговорили, что я не впервые, а второй раз в жизни буду встречать Новый год мне в Москве. Я буду встречать его в Таиланде. Я решила изменить своим Мальдивам, но не то, чтобы изменить, а просто как-то сделать перерыв, потому что 8 лет подряд на Мальдивы, еще и два раза в год, ну как бы это, наверное, чересчур. Поэтому вот Таиланд, дикий остров, меня никто там не найдет, даже не пытайтесь искать. Вы видели, почему я смеялась перед началом съемки, потому что мой пиар-директор Наташа пыталась выговорить название этого острова, а я буду менять несколько вилл на протяжении двух недель, пока я буду находиться. Вы знаете, я вообще взяла билет в один конец. Я взяла этот билет, да, 29-го улетаю, и там же Новый год. И как оно там хой, муи, шунь, я не знаю, к сожалению. Но одно название я вспомнила, но не то, чтобы острова, а там что-то было с прятками связано, что типа hiding up lake. Ну, короче, спрятаться на озере, я не знаю. Но суть вопроса. Если говорить серьёзно, то меня вокруг в жизни, вот столько вокруг меня, вернее, людей, что на отдыхе мне, конечно, прежде всего нужно, знаете, отсутствие этих людей для того, чтобы отдохнуть. И вот я выбрала место, куда полечу. А почему я сказала второй раз не в России? Потому что первый раз был, знаете, когда мне было, я сейчас скажу, 19 лет. Я уже тогда была солисткой Мариинского театра, и вот мы поехали в Японию на гастроли. Был балет «Щелкунчик». Я его танцевала с Фарухом Розематовым, с моей вообще первой любовью в моей жизни. И мы станцевали его в Японии, в Токио, я помню. И потом мы в эту же ночь перелетали в Лондон и танцевали его. Это же утро получается, но уже совершенно в другом театре и в другом часовом поясе. И получилось, что с учётом разницы во времени, которая идёт в обратную сторону, я «Щелкунчик» станцевала два раза за одну новогоднюю ночь. Так что вот сейчас будет второй вариант. Я не знаю, буду ли я танцевать «Щелкунчик», конечно, нет, но в Тайване я буду. То есть там прямо до дня рождения, до 20-го числа? Ой, Женечка, ты помнишь прямо про мой день рождения. Как он у меня отмечен в календаре просто. Красным днём, да? Семи цветами. Нет, дело в том, что у меня вообще предложение есть день рождения отмечать в Китае, то есть перелететь из Таиланда в Китай. Но я пока не склонна соглашаться, потому что, ну даже хотя, несмотря на то, что 20 января — это так же, как Новый год китайский. Вроде символично, но не знаю, я так счастлива своему дому, я так люблю вот все праздники отмечать у себя. У меня такая красивая ёлка, дом, всё. Я так боюсь летать на самолёт. Это известно, про Волочкову мы это знаем. Поэтому у меня все мои спектакли, все по Подмосковью. Так наслаждайтесь. Москва-24. А Wi-Fi-то там на этих островах есть? То есть мы в Инстаграме-то будем наблюдать все эти шпагаты тайландские? Ты знаешь, ну а как без шпагатов? Ты знаешь, что за этот год уже люди настолько и хейтеры, и не хейтеры, все разрекламировали мой шпагат. Не то, что разрекламировали, это, наверное, неправильное убеждение. Они просто настолько его уже просто перетранслировали, что он вошёл в Книгу рекордов России. Как без шпагата Волочкова? В купальнике? На пляже? И причём, знаете, мне даже кажется, что пляжи можно менять, пляжи могут изменяемыми быть, а шпагат Волочкова неизменным остаётся. А чего вы молчите? Вы мне вопрос не задаёте? Я такая многословная, меня нужно останавливать, а вы всё молчите. Любуюсь, любуюсь, любуюсь вами. И понимаю, на самом деле, как тяжело сделать шпагат, потому что это невероятная работа. Я, например, не могу так на шпагат сесть. Моя дорогая, вы знаете, на шпагат сесть – это не так сложно, как сложно выдержать вот ту моральную боль, которая валится на плечи после всего того, что ты в жизни делаешь, после всего того, что… Вы знаете, мы с вами записываем эту программу. У меня вчера был спектакль в Солнечногорске, две недели был назад в Вегас-Сити-Холл, до этого неделю назад был в Чехове, до этого ещё в Красногорске. Я решила оставить спектакль, который я создала, на благотворительной основе так же, что мы всех приглашаем бесплатно. И я, понимая, что это никого не интересует, а интересует шпагаты, с кем я живу, что я ем, что я пью. Мне хочется сказать, люди добрые, подарите. Вы знаете, я ехала к вам, у меня ноготь отломался. Но я точно знаю, что если в Инстаграме кто-то заметит, что у меня отломался ноготь, ну бывает же такое, так это будет обсуждать завтра страна больше, чем то, о чём мы с вами сегодня говорим. А я сегодня хочу сказать о том, что… Вы знаете, одна из немногих людей, кто действительно людей приглашает бесплатно на свои концерты. А вы знаете, что за этим стоит? Вы сами знаете, мы сидим в этой студии, чтобы завести сюда свет, звук, декорации и всю другую вот эту историю антуража, это очень больших денег стоит. Это понятно. Не будут обсуждать. Ну пусть мой шпагат обсуждает больше, а мне приятно, вы знаете, если честно. Я вот готов допустить, что Волочкова работает без денег, но это ведь всё коллективный труд. Людям-то надо платить, которые работают. Как я об этом и говорю, Жень, что об этом и говорю. У меня участвуют 30 девочек в проекте, у меня участвует клоун, его жена Коломбина, мой партнёр Ринат Арифолин, техническая группа, извините, это выкладка световой, звуковой партитуры, все декорации. Я вчера чуть не разбилась на клетке, на собственной лебёдке, которая куплена за мои собственные деньги, потому что просто условия зала не позволяли поднять на большую высоту. Я просто не хочу рассказывать эту историю, она реально была страшная. Могла погибнуть, но тем не менее я это делаю. Я делаю это от чистого сердца, и мне не важно, чтобы это кто-то заценил. Я просто точно знаю, что я на своём пути. Я не могу не танцевать. Вы знаете, когда начался такой кризис, он у нас, по-моему, постоянный в нашей стране, ну ничего страшного, мы каждый из него должны выходить по-своему. И когда артисты сели вот так вот на диван, и у всех замолчали телефоны, потому что никто не приглашал на выступление, кто-то говорил, а у меня гонорар там 2 миллиона рублей. Ну вот они сидели и курили, кто-то бамбук, кто-то кальян, кто что мог. А у меня совершенно другой подход к этому всё. Я просто знаю, что мне богом отпущено определённое количество времени танцевать, делать то, что действительно, то, что я умею профессионально. И я не могла этого не делать. Поэтому я решила, что мне легче делать это вот так. Да, благотворительно. Да, вот так. И пусть об этом никто не говорит. Давайте о том, что вас интересует. Хорошо, а до скольки лет можно танцевать? До скольки? Да. Вот Плесецкая она до скольки. Ну, Майя Михайловна, это мой педагог и наставник. И когда меня, знаете, люди спрашивают, какой самый ценный или бесценный урок мне дала Майя Михайловна, я точно скажу, что это не на репетициях, когда она передавала мне как первой российской балерине, вообще как первой балерине мира, имеющей право танцевать балет Кармен Суитто, который был написан Джорджем Безеем, её мужем, соответственно, Родионом Щедриным. А самый урок был другой, самый ценный. Когда она приходила ко мне после этого в гримерную комнату и говорила, «Настя, ты не представляешь, что тебе придётся хлебнуть в этом большом театре. Это же клубок целующихся змей». И вы знаете, я вот так назвала главу, одну из глав моей книги, которая как раз касается Большого театра. Это вторая, которая вышла? Это вторая книга, да. Я выпустила вторую книгу в том же издательском доме АСТ. Мне было сложнее, конечно, её писать. И год выходила эта книга. Но я записала ещё аудиоверсию, чтобы моим голосом люди могли это всё услышать, увидеть, узнать. И это ближе к читателю, к слушателю, чем просто чьим-то голосом записано. «Оплата за успех» — это название, которое издательство придумало, или это автор? То какое издательство? Я всё придумала сама. Получилось так, что первый тираж этой книги очень быстро распродался. И издательство предложило мне написать, ну, не то что написать, а издать следующий тираж. И его особенность в том, что там какой-то такой ноу-хау, ну, не какой-то, я расскажу какой. Там, короче, на 82-й страничке, причём издательство тоже, если вы будете слушать, люди добрые, вы там просто не подумали, что вы никому не написали, в чём это ноу-хау. Только я это знаю. Короче, нужно на 82-ю страничку навести любой гаджет, на QR-код наводишь, и там раз, приложение открывается, и вы смотрите, Волочкова танцует. Я смеюсь всегда, говорю друзьям, слушайте, если вы своим можете сказать, что вы не видели Волочкова танцующей в Кремле или где-то ещё в Лондоне, приходите к нам домой, посмотрите у нас в книге. В общем, сделали вот так, но поскольку время шло, и был месяц у меня, я к тому времени создала этот спектакль свой, балетно-цирковой. И, вы знаете, я написала и дописала ещё одну главу, она называется «Расплата за успех». И я скажу вам, как людям просто, в моём случае, «Расплата за успех» — это не стёртые в кровь пальцы, это не та моральная боль, которая валится на меня со стороны недоброжелателей, там, завистников, конечно, тех людей, которые не могут принять успеха, красоты, свободы, независимости, осознание того, что я в свои 43 года нахожусь в форме, и вот, знаете, всё стройнее и стройнее, и всё на этих салатных листях. А вы знаете, «Расплата за успех» в моём случае — это предательство близких людей, близких по крови. И я за всё это время осознала, что те люди, которых мы считаем близкими, они оказываются чужими, а зачастую чужие становятся нам настолько ближе, чем те, кого мы считали близкими. И в моём случае это все, это мама, папа, и причём это люди, о которых я говорю, это те, за которых я несу ответственность. Это и мама, и папа, и дочка, и все. Знаете, вот как раз хотела спросить, у вас сложные отношения с мамой? Они у меня сейчас уже никакие. Я просто отпустила, я простила, отпустила, и я просто не хочу, чтобы зависть этой женщины, которая хотела стать балериной, и в итоге не получилось ничего, и не из карьеры своей собственной, не из личной жизни, ничего, и человека, который, знаете, я не хочу просто обсуждать мою мать, я всё написала в книге, хотите читайте, хотите слушайте, но у меня никакие отношения с моей мамой. Это и есть та самая распада, понимаете? А Арианда с бабушкой ладит? Она очень, да, даже хорошо. Вы знаете, просто, чтобы вы понимали, я не считаю возможным вот эфир этой программы тратить на то, чтобы обсуждать личные отношения, моей семьи, но если, вот, например, вы, Лайда, вы же женщина, вы поймёте, что если, вот как у меня получилось, я не дожидаюсь того момента, когда мой бывший муж, отец моей дочери, украшивший у меня все деньги, 3 миллиона долларов, 10 лет назад, представляете, во что бы превратились эти деньги, я бы не стояла сейчас, вот с протянутой рукой, и не спрашивала у людей поддержку на свои благотворительные спектакли, у меня всё было бы хорошо, и человек, который лишил меня средств существования, вообще просто, с тех пор и по сей день, и вот я не дожидал, и человек, который, да, он у меня указан, как подозреваемый в ограблении, на тот дом съёмный, в котором мы жили, который он снимал, я с четвёртого месяца беременности ездила по съёмным домам, пока все думали, что я в особняках живу, вы знаете, я сама себе купила особняк, за свои собственные деньги, не дожидаясь возврата этого долга, и когда моя мама, стоя возле лестницы мраморной, которую я же сама сделала, и вот так с фигой в руках, я в книге описала это, говорила, я сделаю всё, чтобы у тебя не было счастья, и чтобы отношения твои с дочерью, твои были хуже, чем мои с тобой, вы знаете, после этого, прости, Господи, моя мама перестала для меня существовать, в принципе, вот мне уже 15 лет не хочется обнять этого человека, скажите, разве это не боль, вот, ну, для любой женщины, или там, ну, вообще просто, в принципе, да, что вы делаете, вот вы закрываете на это глаза, прощаете, вы знаете, просто этих людей нет страницы, этих людей просто нет в моей жизни. А людей нет, давайте про этих людей не будем, я помню, как раз про дом, пару лет назад приезжали к вам домой снимать передачи, там были чудные, живые существа и не люди, как они сейчас. Прекрасно, у меня по-прежнему живёт котик Лаки, мы недавно его постригли, он просто удивительный кот, он очень человечный, и, ну, вообще у меня в жизни всегда были белые котики, самый первый появился в 10 лет, и вот, соответственно, уже считать, вот 30 лет, господи, как быстро летит время, но самый первый кот в моей жизни, он прожил 18 лет, он был свидетелем всех моих, передряг, перепятий, и вообще всего, 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 его что было. Вы знаете, интересно, что когда он у меня появился, ко мне приехали одноклассники, после чего я перестала вообще любить всех своих одноклассников, у меня только одна подружка есть из балетного училища, потому что они пришли ко мне домой, замучили моего кота, а потом я по жизни поняла. То есть замучили как-нибудь это подробнее? Ну, они замучили, за хвост дергали, там, за лапы, все это бедное создание, она только вот не успела родиться, там, он был 3 месяца, коту Маркизу, причем он еще был глухой, и от природы, это как было так, и он умирал у меня на руках, он дождался, пока я в Питер приеду уже, в новую квартиру, которую Сулейманчик Керимов мне подарил в Питере, и вообще, короче, просто, поэтому, знаете, я думаю, что вот мы должны по жизни какие-то уроки, ну, вот извлекать, извлекать, и они могут начинаться с самого раннего детства, но ни в коем случае, и ни в коем разе нельзя опираться на обиды, нужно, напротив, как-то, знаете, с позитивом относиться ко всему, что нас окружает, и пусть, как говорит моя мама всегда, вот, как бы я к ней ни относилась, я всегда ее обожаю за вот одну фразу, которую она всегда мне говорит, Настя, твоя самая большая ошибка жизни, сам большой недостаток, это твоя доверчивость, и чрезмерная открытость людям, но я думаю, дорогие мои, пусть это будет самый большой недостаток в моей жизни, правда, так же, как я всегда получаю эти охапки белых роз, которые тоже мне многие не могут простить, я всегда говорю, дорогие мои, вот после всего того, что я в жизни выдержала, выставила, претерпела, перешла, с честью, достоинством, все вот эти, знаете, передряги, и вот такую вот совершенно жесточайшую травлю, вы знаете, пусть цветы будут самой тяжелой нашей, ношей, вернее, моей жизни, чтобы тяжелее в руках и на плечах я ничего не держала уже. Вот мама сказала, что главный недостаток – доверчивость. А, Настя, у Арианды какой главный недостаток и главное достоинство с точки зрения матери? Что у нее сильное место, и что слабое? Вы знаете, самое сильное у нее – это сила духа, которая у нее есть, и это, конечно, и передалось от меня, это умение защищать позицию, неважно чью, свою, мою людей. Слабое – это все-таки подвластность вот той манипуляции, которой она, к сожалению, подверглась со стороны и моей мамы, и бывшего мужа, который, к сожалению, сейчас такой возраст, 14 лет, и это такой, знаете, подкупаемый возраст. И в этом возрасте я не скажу, что все, конечно, не могу же за других говорить, но многие ребята и дети, они подвластны быть с тем, у кого больше возможностей, но ведь вы понимаете, что все же не вечно под луной. Я спокойно отношусь. Если так хорошо сейчас Арише, что она, да, она живет сейчас в центре города, она живет с отцом, который на протяжении 8 лет встречался с ней раз в полгода, просто опять же подкупая ее походами в ресторан и все. Но если человеку так прикольно, что он на мои деньги, вернее, отнятые и украденные, в прямом смысле украденные у меня деньги 10 лет назад, он содержит все свои семьи, новых, новоспеченных, любовниц, это его выбор. Вы знаете, я просто считаю, что если человек совершает какие-то несправедливые поступки или кидает в лицо грязь, это не значит, что эта грязь долетит до адрецата, но просто это значит, что она в руках человека, кидающего эту грязь, она остается. Если у человека даже вот нет зазрения совести, что он пользовался всем тем, что было у меня в жизни и создавала имя этому человеку я, потому что когда было надо, товарищ лез на все обложки журналов, газет, на все телевизионные каналы, а когда пришло время, простите, отдавать долг, то возникла ситуация, когда деньги-то берешь чужие, отдавать надо свои, и сказать, я вообще ничего не должен, потому что к этому моменту мы развелись, не важно, что свадьба на мои деньги была сделана и все остальное, поэтому, слушайте, пусть это все будет вот на суд тех людей и не то, что людей даже, на суд Божий, а он однозначно есть. Хорошо, но какие-то рядом есть хорошие люди, про которых вот можно сказать, что они надежные, они добрые, много лет с вами рядом. Они с ними хорошо. Конечно, есть, просто это люди, которые, может быть, они не то, что может быть, они точно, они не публичные, и нет смысла называть их имена, но из публичных людей я скажу, что вот моей опорой и моей защитой всегда являлись люди творческого мира, потому что, когда я оказывалась в моменты вот этих гонений, меня защищали только они, ну, простите, Царство Небесное, Моя Михайловна Плесецкая, Родион Константинович Щедрин, Борис Якович Эйфман, Юрий Григорович, извините, Большой театр подарил мне плеяду педагогов, которые всегда стояли за меня, просто стояли за меня корой, Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Наталья Бессмертного, Надежда Павлова, Михаил Лавровский, Гедемина Сторонда, Андрис Лиепа, Ниночка Семизорова, Людмила Семеняка, Марина Кондратьева, знаете, этот список могу продолжать, у меня и на Западе тоже есть замечательные педагоги, Геленто Смарес, Гранда Перра, люди, которые учили меня в английском национальном балете, Дерек Дин, который меня спас, в то время, когда Большой театр просто выпихивал меня вот так, вот ногами не принимая, когда здесь, простите, бразды правления имела грузинская балерина Нина Наняшвили, которая не претерпела появление российской балерины именно из Санкт-Петербурга, према балерины Мариинского театра, и я вынуждена была уехать из Москвы, потому что, вы знаете, здесь в этой студии сидели разные люди, но я говорю правду, как есть. Владимир Васильев пришел ко мне и говорит, Настя, давай так, в Большом театре просто такая ситуация сложилась, это или ты, или я. Я говорю, Владимир Викторович, да я, конечно, я останусь в Лондоне, вы что, вы меня первым пригласили в Большой театр. Понимаете, многие люди меня спрашивают, как вы попали в Большой театр? Сулейман Керимов заплатил. Так я к Сулейману Керимову, чтобы вы все поняли, пришла уже звездой балета и Мариинского театра, и Большого, простите, чтобы вы понимали, Сулейман Керимов сам специально с компанией своей, Нафта Москва, спектакль организовал, не спектакль, а концерт, в котором попросил, чтобы я участвовала. Из этого, знаете, вот как вот все делается, да? Вот, ну, неинтересны людям истории правды, реалити. Всем хочется, знаете, взять вот все мои достоинства, принизить, куда-то спрятать. Почему всем? Нам не хочется. Как раз я же не про вас. Не, ну, сам факт, просто, знаете, я научилась, просто у меня чувство самоиронии просто, на самом деле, мне присуще, и оно у меня от рождения. Ну, просто я поражаюсь тому, что происходит. И вы что думаете, что вот ваша программа не стоит, как кость в горле. Те каналы, которым интересно только показать людей с самой нижайшей стороны и показать только, знаете, подноготную какой-то грязи. А вот мне иногда хочется задать вопрос людям, когда вот нас осуждают, многих из нас. Мне хочется спросить, добрые люди, а вообще вы сами, вообще вы безгрешны? У вас все в порядке вообще с вами, с вашей жизнью? Вот вы обсуждаете, ну, мой шпагат, вы обсуждаете, мой образ жизни. Жень, Лейла, мне кажется, вы знаете, судя по тому, как засвечен мой дом, у меня ощущение, что в моем доме уже живет вся страна. Понимаете? То есть у меня нет дома. Так это же хорошо. Это же хорошо, потому что если бы Долочкова была неинтересна, если бы она шпагат бы не умела делать, так и никто бы... Безусловно. Но когда я делаю его на яхте и такой, знаете, Женечка, овер шпагат, я всегда, еще в купальнике, понимаешь, в мини, и всегда говорю женщинам, подождите, мои котики золотые, для начала, вы, прежде чем мне рассказывать, какие мне купальники носить на пляже или мне купаться, просите, в пальто на Мальдивах, ну, извините, это не очень удобно, вы сначала свои телеса приведите в такую форму, чтобы вы могли сами на себя эти мини-купальники натянуть, потому что многие же хотят, но не могут, Плейдену скажите, и когда вы пойдете, вот, чтобы подержаться за поручень этой яхты, вы сначала дойдите, но если захотите повторить мой опыт и сесть на шпагат, есть опасность упасть в воду, простите. Знаете, а зачем вы реагируете на это? Я? Да. Никак, я только с сарказмом, я же говорю, шпагат вошел в Книгу рекордов России, как я могу реагировать? Да вас это обижает, тем не менее. Меня обижает? Да что вы, меня это восхищает. Волочкова заводится, прям заводится, заводится. Вы знаете, нет, меня это никак не, скажем так, как вы сказали, обижает? Обижает, да. Ни в коем разе, потому что от моего шпагата, простите, мужчины возбуждаются, так и есть, так это то, чего не могут мне простить, простите, пожалуйста. Вот эти тети, которые мне пишут с нулевыми аккаунтами в инстаграме, как вы можете сказать, что меня это обижает? Я сижу с любимым человеком дома, мы ржем просто вот так, он говорит, Настя, долго будешь на это реагировать? Я говорю, а я не буду реагировать. Я взяла на год, закрыла комментарии, у меня еще больше прибавилось подписчиков. И денег больше приходит, честно, за рекламу. У вас миллион подписчиков. Миллион двести тысяч подписчиков. И причем все настоящие, сейчас же это можно все проверить. Вы знаете, я не гонюсь за количеством подписчиков, я гонюсь за, знаете, количеством чего? Количество – это то, что измеряется, а я гонюсь за тем, что не измеряется. За любовью, за человеческими отношениями и за эмоциями. Вот я выступила в спектакле, вот детки бегут ко мне, пятилетний, они бросаются мне вот так вот на меня за ножки, меня обнимают, говорят, «Анастасия, можно вас обнять? Скажите, это можно померить какими-то деньгами? Честно, нет. Честно, нет. Это невозможно». И когда меня спрашивают, зачем я это делаю, да потому что я жить без этого не могу. А те, кто пытаются этой, ну, как говорится, благотворительностью заниматься, и первый вопрос, который задают организаторы, а сколько вы нам за это заплатите? Это очень жалкое зрелище. А вы говорите, обижаюсь, Елена, на кого? В общем, я понял, когда Настя уедет в Таиланд, мы будем следить за ее инстаграмом. Неужели нет других новостей? Будут только такие, что она уехала на Мальдивы, и она всегда будет возвращаться. Мы будем ждать. Спасибо. В вашей студии обязательно. Спасибо. Спасибо.